На скамье подсудимых сразу 6 человек. Троих бывших сотрудников ДПС и рядовых граждан обвиняют в оформлении документов по фиктивным ДТП. С их помощью автовладельцы незаконно получали компенсации от страховых компаний. Всего таких эпизодов 7. На этом заседании рассматривается один эпизод. Сотрудник ДПС Андрея Уюкина подозревает в оформлении несуществующей аварии, в которую якобы 23 марта 2010 года в районе Старозагоры 85 попали Toyota Yaris и Great Wall. По версии следствия, клиенты обратились к сотруднику ДПС Юрию Терентьеву, а тот уже попросил коллег помочь. Андрюх, там две машины, там все нормально, короче, пацаны все свои. То есть они приедут, встанут, как нам там, так поставить. Одного сделать виноватым надо, потому что у того полная страховка. Ну и все. Понял, а у другого нет, да? А у другого просто осталось, да. Вот того нужно сделать, чтобы он получил через него страховую. Они друг друга знают нормально все там. Но я не подставлю, Андрюха, сам знаешь. Подсудимые вины не признают, голосов не узнают, содержание разговоров не помнят. Но, как выяснилось, в тот вечер за инспекторами уже следили сотрудники уголовного розыска. Они и увидели, как патрульная машина встретилась с участниками псевдоаварии на Нововокзальной. А вот аварию оформили уже в другом месте. Приехать на указанное место, уюты вместе с глазами, вышли свои машины, подошли мужчинам, управляющим тарифом, и стали оборудовать документы о дорожных транспортных решений. Подсудимые с этой версией категорически не согласны. В любом случае, участники мнимой аварии, которые в суде выступают как свидетели, уже во всем раскаялись и вернули деньги страховым компаниям. Бывшим инспекторам ДПС предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений. Лишение свободы там предусмотрено до 12 лет. Санкции статьи вообще альтернативные. То есть там предусмотрены, как я уже сказала, и штрафы, и лишение свободы, и другие виды наказания. Светлана Гордеева, Андрей Семочкин. Специально для 63РУ.